Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема – «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Продолжение бесед Христа в Иерусалимском храме. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 47 стихи. Предыдущая часть этой беседы Господа Иисуса Христа, беседы, состоявшиеся на следующий день после последнего дня праздника Кущей, предыдущая часть беседы завершилась тем, что в ответ на искренний рассказ пророчества Христа о том, что он будет распят, вознесен иудеями, именно это распятие и будет свидетельством его божества, в ответ на это оказалось, что многие из присутствовавших там, в Иерусалимском храме, на женском дворе, в сокровищнице, уверовали во Христа. Что же происходит дальше? 31 стих 8 главы. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, обращается уже не ко всем иудеям, не обращается к фарисеям, которые были его оппонентами, а обращается к тем, кто только что в Него уверовал. «Если пребудете во Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Что значит «пребудете»? Или можно иначе перевести греческий текст «останетесь в Моем Слове». Слово – это учение Господа. Но это учение не только догматическое, теоретическое, не только учение о Боге, это еще и этическое учение. Учение о том, как следует жить. Мы помним, что Христос, когда говорил о основном правиле христианской нравственности, то, что мы называем «золотое правило нравственности», Он сказал, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Кроме этого, целый ряд других правил, которые обуславливают поведение, то есть нравственность человека, имеются в учении, в слове Господа Иисуса Христа. Итак, если останетесь в Моем учении, не только будете мыслить и видеть окружающий мир с точки зрения Моего учения, но и поступать в соответствии с ним, то тогда вы Мои истинные ученики. Это очень сильное утверждение Господа, потому что бывают такие ситуации, когда человек себя объявляет христианином, а живет не по-христиански, и тогда, конечно же, неверующие, представители других вер, начинают показывать на него пальцем, а говорить, посмотрите, вот они, христиане. Но с христианской точки зрения, тот, кто не пребывает в слове, в учении, не является истинным учеником Господа Иисуса Христа. Что же дарует пребывание в слове? 32 стих. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Замечательное утверждение Христа. Замечательное потому, что речь идет о познании некой теоретической истины прежде всего, и понятное того, как эта истина может быть применена на практике. Для того, чтобы лучше понимать дальнейшую терминологию, имеет смысл вспомнить, что в древнегреческом языке, когда речь шла о теоретической истине, использовался термин «Алифия» истинна. А когда речь шла о ее осуществлении на практике, например, «прибыть в слове», использовался термин «праведность» «векиосини». Поэтому, конечно же, когда Господь говорит «прибыть в моем слове», он имеет в виду «будьте праведными». И получается, что вы и в истине, и в праведности, и тогда истина вас освобождает. Отчего же освободит истина? Ведь заявление «истина вас освободит» в древнем мире звучало совсем иначе, нежели сегодня. Сегодня, наверное, ни в одной стране мира официально нет рабов. Да, мы с вами знаем, что бывают страшные истории, в Африке сомалийские пираты, людей хватают, продают в рабство и так далее, но официально ни одно государство в мире в своем законодательстве не закрепило рабство. Нет рабов. Все люди свободны. Еще совсем недавно было не так. И совсем не так было в древнем мире, потому что где-то около четверти населения любого крупного государства составляли рабы. А раб рассматривался вещью в распоряжении своего хозяина. Но иудеи ведь были свободными. Так было организовано законодательство Моисея, что изначально все иудеи свободны. И даже если кто-то из иудеев продает себя в рабство своему ближнему, то в юбилейный 50-й год он освобождается. Все иудеи должны быть свободны. И сказать иудею, свободному человеку, что тебя освободит истина, которую я возвещаю, значит или навести его на правильные религиозные размышления, или спровоцировать его возмущение. Как мы видим дальше, те, кто уверовали, веровали в Господа Иисуса Христа совсем недолго. 33 стих. С ними произошел именно второй вариант. Они ожесточились. Ему отвечали иудеи. Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Конечно, они преувеличивают. Здесь, что называется, Господь Иисус Христос наступил евреям на больную мозоль, потому что, хотя лично они свободны, но они находятся под римской оккупацией, у них нет своего собственного свободного государства. Поэтому они говорят, мы никогда никому не были рабами. Это неправда. В Египте они были рабами, их освободил Бог. Они были в Вавилонском плену, и там тоже у них было тяжелое положение. И сейчас они тоже в политической зависимости от Рима. И они-то ждут, что Мессия Машиах освободит от этой политической зависимости, а он предлагает им личное освобождение от личных, собственных грехов, что их совсем не интересует, не устраивает и им не нужно. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Мы и так свободны. Они воспринимают это как вызов. 34 стих. И Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. И вот это очень важная фраза, которая актуальна не только тогда в беседе Господа с Иудеем и в Иерусалимском храме, но актуальна вообще всегда и до того момента, и сейчас для нас с вами. Если начинаем грешить, всякий грех приходит понемножку, малыми дозами. Если не сопротивляемся, не останавливаемся, все больше и больше вовлекаемся в этот грех. И обязательно наступает рано или поздно, иногда очень даже рано, тот момент, когда вырабатывается у нас дурная привычка, зависимость от греха. Мы начинаем получать от этого греховное удовольствие, а бывают ситуации, когда даже и физиологическое наслаждение. Мне как-то рассказали, что люди, у которых пониженное давление, оказывается, когда начинают кричать, ругаться, возмущаться, эмоционально на всех набрасываться, они чувствуют некое физиологическое удовольствие, потому что у них поднимается давление, и вот они себя чувствуют хорошо физически. Поэтому бывает, что грех может принести даже вот такое физическое, физиологическое удовольствие, но он начинает человек эксплуатировать. Мы впадаем в зависимость к греху. Самый простой пример, конечно, это сладкоедение, потому что большинство, подавляющее большинство из нас любят сладкое, и мы уже даже не мыслим, как мы можем жить без сладкого. А, конечно, сладкое вредно, и нам хочется, хочется эту конфетку или шоколадку или еще что-то, а у кого-то это сладкое становится уже алкоголем и так далее. То есть, конечно, грех стремится поработить человека, эксплуатировать его, подмять под себя, и об этом говорит Господь Иисус Христос. У человека появляется господин в лице греха. 35 стих. 34 закончился тем, что всякий делающий грех есть раб греха. 35 стих. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. О чем говорит Господь? Отберет в пример, понятный для евреев того времени, потому что в большом доме, доме как домохозяйстве, где есть свободные рабы, рабов могли купить, продать, поменять и так далее, избавлялись от них по мере необходимости. Но свободные люди, сын, отца, этого дома, он, конечно, всегда живет. однако, если сын походатайствует перед отцом, освободит этих рабов, и более того, этих рабов усыновит отцу, а это тоже бывало в древнем мире, бывали ситуации, когда не только рабов освобождали, но их усыновляли, то в таком случае освобожденный и усыновленный раб тоже будет теперь уже в качестве свободного человека пребывать в доме господина вечно, но не как его раб, а как его сын. Об этом и говорит Христос, но только указывает на духовные законы, вы рабы греха, я сын Божий, я себя принесу в жертву для того, чтобы вас и освободить, и усыновить Богу, и тогда вы войдете в жизнь вечную. 36 стих. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. 37 стих. Знаю, что вы семья Аврамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Ответив на реплику иудеев о том, что они никогда не были рабами, они всегда свободны, возвращается к их мысли о том, что они дети Авраама. И говорит, да, я это помню, я это знаю, что вы семья Аврамова, но вы ищете убить меня. И он говорит так, потому что это, несомненно, действительно, они хотят его убить. Авраам же так не делал, и об этом сейчас и скажет Господь Иисус Христос. То есть он сыграет на контрасте. Авраам жил праведно, а вы, его дети по плоти, не восприняли его духовную жизнь. Вы не живете так, как жил Авраам. И поэтому смысла вам нет указывать на родство с ним. Однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. И вот это очень интересно. Слово, которое произносит Иисус, возвещает Иисус, то есть его учение не вмещается в душах иудеев. Знаете, оно поэтому ими исторгается, что душа не может вместить. Но если слово велико, а душа маленькая, душонка, это характеризует не слово отрицательное, а саму эту душонку характеризует отрицательно. Нам с вами известен такой термин из аскетической литературы, как великодушие, человек с большой душой. Да что из аскетической литературы? Россия – щедрая душа. Есть такая замечательная поговорка. Это хорошая поговорка, которая указывает на то, что душа русского народа, она широка, она может вместить слово Христово, и многие русские действительно являются православными христианами. А вот иудеи, их душа иссохлость, она не может вместить этого великого слова, поэтому его отторгает, и даже того, кто слово это возвещает, хочет иудей убить. 38 стих. «Я говорю», и там опять идет термин «ло-ло», «возвещаю». «Я возвещаю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Но раз здесь имеется в виду Господом некая разница между им, Христом, который делает дела Божии, и иудеями, которые иные дела делают, то это опять указание на то, что иудеи творят не дела Авраама. 39 стих. «Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы». Уже они прямо утверждают, «Наш отец Авраам, и в этом нет никаких сомнений». И Христос отвечает, «Сомнения возникают потому, что вы не живете так, как жил ваш праведный праотец». 40 стих. В чем же эта инаковость жизни иудеев заключается? «А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего в греческом тексте, возвестившего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Христос подчеркивает, то, что я вам возвещаю, это не человеческая мудрость, не София, а именно та истина, которую я услышал от Бога, воспринял от Бога, как равный ему сын, а вы хотите меня за эту истину убить. Авраам так не поступал. 41 стих. Вы делаете дела отца вашего. И вот здесь Господь, сказав, что Авраам так не поступал, намекает, что у вас другой отец. Чуть позже он прямо скажет, кто отец вот этих сопротивляющихся иудеев. Продолжение 41 стиха. На это сказали ему. «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». В этой реплике Иоанн Богослов сводит воедино два разных высказывания иудеев. Первое высказывание заключалось в том, что они подумали, как же он оспаривает наше происхождение от Авраама. Получается, что кто-то из наших предков соблудил, что на самом деле мы не от Авраама, от какого-то блудника происходим. Но когда они поняли всю нелепость этого предположения, стало ясно, что речь идет о делах, о духовном преемстве, о духовном сыновстве или родстве Аврааму, то они говорят «Нет-нет, мы не просто дети Авраама, мы дети Божьи». И имеют полное право так утверждать с точки зрения Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете неоднократно Бог называет еврейский народ, Израиль своим сыном. Получается, он для этого сына является отцом. Бог – это Отец для евреев. И они это говорят Господу Иисусу Христу. 42 стих. Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал Меня». Христос говорит, «Если, как вы утвердаете, вы рождены Богом, то есть в Духе Божьем присутствуете, то тогда бы вы и Меня приняли, как пришедшего от Бога». 43 стих. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». В греческом тексте чуть-чуть другой оттенок смысла. «Из-за чего Моё возвещение не осознаете, потому что не можете слышать Слово Моё». И вот здесь возвещение – это речь Господа в целом, а Слово – это содержание речи. Можно бы вот так перевести и истолковать. «Почему вы не понимаете в целом Моей речи? Не можете осознать Мою речь, потому что не можете понять отдельных Её частей, Её содержания, смысла отдельных моментов того, что Я возвещаю вам». И вот далее Господь сказав, что они стали неспособны к разумению речи того, кто пришёл от Бога, уже явно указывает, кто их отец на самом деле. 44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец, и отец лжи». Вот так, решительно, очень прямо, очень чётко говорит Христос как об иудеях, так и о том существе, о той духовной личности, существовании которой некоторые подвергают сомнению, а именно о дьяволе. Конечно же, о дьяволе, как о том, который предводительствует падшими ангелами. Дьявол, как сатана. И вот этот вот дьявол с самого начала, конечно, не с начала своего существования, а с начала существования человеческого рода. Он с самого начала существования людей был человека-убийцей. И вот это очень важно, что две основные характеристики, которые даёт Христос дьяволу, это желание убивать людей, человека-убийство и ложь. Поэтому, как только мы с вами сталкиваемся с ложью, особенно осознанной ложью, это, безусловно, дело дьявола. И человек, который лжёт, а речь идёт прежде всего о лжи, там греческий термин псевдос, ложь, которая искажает истину, алифия, искажает некие факты или истинное вероучение. Вот это вот искажение фактического материала, это ложь, есть исполнение воли дьявола. Дьявол хотел бы обманывать людей для того, чтобы их убивать. Итак, вот его две цели. Обман с целью убийства. И, конечно же, история человечества нам с вами показывает, что, как говорит Господь, царство его Христа не от мира сего, а в мире всем. Любое царство, любое государство, к сожалению, в той или иной степени начинает обманывать своих граждан. Бывают репрессии, бывают войны, которые получаются уже следующая стадия исполнения воли дьявола, а именно убийства людей. И вот здесь Христос не только указывает на то, кто отец иудеев, но он и нам разъясняет, какова ужасная сущность этой духовной личности дьявола, желающего только обманывать, только лгать и только убивать, потому что нет в нем истины, вообще нет. Все стало, все искажено. Понятно, что он был ангелом, и это после падения его, отпадения от Бога, вся его внутренняя природа искажена. Все направлено на ложь, вообще нет истины. С ним невозможно договориться. Он все равно обманет. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Получается, всякий, кто лжет, в этот момент становится не сыном Божьим, а сыном дьявола. 45 стих. А как я истину говорю, то не верите мне. В то же время Христос, пришедший от Бога, возвещает истину, Алифия, но они ему, иудеи, не верят. 46 стих. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? В греческом тексте чуть-чуть иначе. Кто из вас обличит меня в грехе? То есть, разве хоть кто-то из вас может указать хотя бы один случай, когда мои слова, мое учение расходятся с моими делами? Такого нет. Но если я говорю истину и поступаю по истине, почему вы не верите мне? Риторический вопрос. 47 стих. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. И вот здесь в греческом тексте стоит римота, та римота, речи Божьи. Уже говорит он не о содержании своего вероучения Христос, а говорит о том, что даже саму его речь посланника Божия они отвергают. Уже заранее не хотят слушать иудеи. И вот это мы встречаем иногда и в современном мире. Иногда бывает, начинаешь говорить о Христе, о вере, о спасении, об избавлении от греха. И твое собеседование с кислым видом сидит и говорит, ой, не хочу твое христианство служить, сколько я тища, рутина и так далее. Он не хочет даже вникнуть в саму речь. Он отвергает сразу, сходу. Вот так же поступали и иудеи. Но Господь объясняет почему. Тот, кто задумывается над законами духовной жизни, захочет хотя бы послушать, узнать того, кто пришел от Бога. Если же сердце глухо, тогда, конечно же, человек становится служителем греха, а через это сыном дьявола, лжецом и человекоубийцей. На этом очередная часть беседы Господа Иисуса Христа с иудеями в Иерусалимском храме завершается, потому что иудеи уже переходят в открытое наступление на Господа. Они его обвиняют в том, что он самарянин и в том, что он бесноватый. Но это уже тема для обсуждения в отдельной лекции. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!